3 апреля 2023 года, после полуден, я Рыбаков из Девногорска, и сейчас мы с вами находимся в Красноярске на Николаевском мосту. Пересекаем Николаевский мост, пересекаем реку Енисей, едем из Восточной Сибири в Западную Сибирь. Почему? А потому что посредине реки Енисей проходит условная граница, географическая граница между Восточной Сибирью и Западной Сибирью. Вот так вот выглядит у нас город Красноярск в хорошую погоду. Я отслеживаю любые упоминания о городе Девногорске и публикую это видео у себя обычно в Одноклассниках. У меня есть страница, которая также называется Рыбаков из Девногорска, и там я публикую любые упоминания о Девногорске. И тут как-то промелькнуло, какой-то мальчик разговаривает по видеосвязи с Киркоровым, я так понимаю. Кстати, он приезжал к нам в Девногорск буквально вот в выходные. А сейчас обратите, пожалуйста, внимание. Вот когда-то мы съезжаем с Николаевского моста на Дубровинскую улицу. И посмотрите, вот здесь вот в этом месте, если повернуть налево сейчас, то можно сразу подъехать к библиотеке Юдинской библиотеки. Советую вам это очень сделать. Я не был, но сейчас постараюсь побывать там. Так вот, мальчик мне абсолютно был незнаком. Я на автомате выставил это на своей странице в Одноклассниках. И как началось все? О, и такой он и сякой, и Ваня он и такой, и Ваня ты такой, ел, и мать-перемать. На мой вопрос я еле добился, кто это такой. Все матерятся, а кто он такой, не говорят. В конце концов, я, мне сказали фамилию, я нашел его в интернете, этого пацана. Это Ваня Дмитриенко. Действительно, он себя так и позиционирует, Ваня Дмитриенко. Вот сейчас смотрю его YouTube-канал. Ему 17 лет, и самое ценное, он из города Красноярска. Это уже большой для него плюс. Ну, а то, что выглядит он необычно. Ну, так они в шоу-бизнесе все так выглядят. Возьмите хотя бы того же Киркорова, как он гулял по набережной, в каком прикиде. Ваня Дмитриенко – это певец для молодых и юных. А на моей странице в Одноклассниках его обычно обсуждали тетушки зрелого возраста. Но это не ваш певец. Единственное, что меня волнует, наверное, все должно волновать, можно ли под его песни, может ли парень под его песни развести девушку на секс. А давай сейчас послушаем. И определимся, как это, прокатит или не прокатит. Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печальный смайл. Всюду серые лица, а я уже успел влюбиться. Тебя. Два кусочка пиццы, виноградный чай. Чай уже остыл, как и весь твой пыл. В твоей улыбке грустно, и пусть ты без причин. Вот только в этих чувствах я как титань не плыл. И трагически разбился, лед меня покрыл. Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печальный смайл. Всюду серые лица, а я уже успел влюбиться. В тебя. Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печальный смайл. Всюду серые лица, а я уже успел влюбиться. В тебя. А ты не скажешь ей привет, когда? Я подойду к тебе, заметьте взглядом. В ответ, услышав лишь твое, пока я уйду. Ведь только друг мой ушел, ты же, я верю. Так стильно, но больно так сильно. В такси я тоскливая. СМС писал тебе, прости, стабильно. Просыпался с мыслью, где же ты? Как жить? Скажи. Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печальный смайл. Всюду серые лица, а я уже успел влюбиться. В тебя. Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печальный смайл. Всюду серые лица, а я уже успел влюбиться. В тебя. Ну и как вам эта музыка? Годится она для медляка? Ну вот. Я тоже так думаю.